Друзья, привет! Сегодняшний небольшой станочек есть наверное у всех самодельщиков ютуба. Ну а я как обычно с этим делом затяну. Точнее делаю его по мере необходимости. Ну и как вы наверное уже поняли, нам для начала понадобится шток автомобильного амортизатора. Это передние стойки, если я не ошибаюсь, с автомобиля Hyundai. Друзья снабжают меня разного рода запчастями для самоделок. В разборе стоек нет ничего сложного, но сначала нужно сделать надрез в корпусе для слива масла. Его здесь немного, буквально грамм 200. После можно дорезать до конца. Последним откручиваем гайку манжеты и шток у нас в руках. Далее срежем все ненужное и распилим сам шток пополам. Подровняем торцы и снимем с направляющих фаски. С одной из сторон фаску сделаем побольше для последующей сварки. Вот такая пара направляющих получилась. Из этой заготовки нужно сделать 4 втулки. Нарежем ее на равные части и за токарной. Этой операции можно избежать, если найти трубки подходящего диаметра. В этих же заготовках высверлим середину и пройдем расточным резцом. на етой заготовка. Скажусь, возьми сварки! Из этой пары сотового уголка сделаем основание. Сейчас он имеет непрезентабельный вид, но впоследствии это исправим. А для начала срежем часть полок. Сотовый уголок я выбрал из-за толщины металла, так жесткость станка будет выше. Эту операцию проделаем со всеми сторонами. Все грехи реза, да и все стороны будущего основания обработаем на фрезере. Также решено было избавиться от галтели внутри уголка для улучшения прилегания. Вот такие деталюхи получились. Внутри не совсем идеально, но не хотелось уменьшать толщину металла и уменьшать тем самым жесткость станка. Ранее изготовленные втулки будем приваривать к основанию. Для этого выполним разметку и срежем часть металла биметаллической коронкой. На этом этапе нужно выставить как можно точнее. Чтобы две половины конструкции свободно перемещались по направляющим. Отлично, можно обваривать. Также с одной стороны приварим направляющие ко втулкам. Ну а сварочный шов обработаем на самодельном гриндере. Ссылочка на это видео с изготовлением будет ждать вас в углу экрана. Проверяем все по месту и если все хорошо, продолжаем. Кстати, наверное, уже многие догадались, что это будет. Если так, пишите в комментариях. Следующим этапом изготовим ролики. Для этого пришлось купить четыре вот таких подшипника, а еще одну пару будем использовать бэушно. Многие для этих целей используют автомобильные натяжители ремней ГРМ или просто пачку подшипников. Но у меня есть токарный и грех им не воспользоваться. Приводим заготовку в надлежащий вид и высверливаем середину. Чем больше мы высверлим, тем меньше потом работать расточным резцом. По той же технологии изготовим и пару маленьких роликов. Сразу впрессуем подшипники. Натяг я оставил минимальный и это легко сделать при помощи обыкновенных тисков. Далее изготовим оси для роликов. Протачиваем внутренний диаметр обоймы подшипников, делаем канавку для стопорного кольца и снимаем фаску для сварочного шва. Вот такая ось получилась. Конечно же за кадром изготовлю еще две. На основании сделаем отверстие для приварки осей роликов. В них также нужно будет снять фаски. Теперь все готово и можно сваривать. Большой приводной ролик еще нужно доработать, а именно изготовить для него ручку. Полоса, которая осталась от изготовления чаши мангала, подойдет в самый раз. Обрежем ее в нужный размер. Нужно будет в дальнейшем изготовить горизонтальные тиски для таких целей. Постоянно вспоминаю об этом, когда произвожу подобную операцию. Чтобы было приятнее работать с металлом, очистим его от ржавчины. Как всегда, коралловый диск рулит. Ссылку на такой диск положу в описании под этим видео. Вообще там много полезных ссылок. Открывайте и смотрите. Для удобства работы рычаг будущей ручки решено было согнуть. Делать это буду в тисках, как говорится, на глаз. Сразу же сделаю отверстие для установки самой ручки. Она также будет привариваться, поэтому снимаем фаски. Из этого черенка от лопаты уже сделано много ручек для моих самоделок. И это также не станет исключением. Для того, чтобы ручка вращалась во время работы, делаем в заготовке сквозное отверстие 13 мм. Ну а теперь поджимаем подвижным центром и начинаем придавать ей форму. Немного обработки рашпилем и наждачной бумаги и наша ручка готова. Покрывать ее будем воском для мебели. Он у меня один, поэтому только им я и работаю. Для самой ручки еще изготовим пару деталей. Это стальная втулка, которая будет в нее вклеиваться, и кольцо, которое предохранит ручку от растрескивания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь можно все подсобрать в кучу. Втулку будем вклеивать на эпоксидный клей-контакт. Для этого я на ней сделал небольшие канавки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обильно смазываем и устанавливаем все на свое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее надеваем кольцо и сама ручка готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось изготовить еще буквально пару деталей и можно собирать. В кадре изготовим винт, а ось ручки оставлю за кадром. Винт можно использовать и магазинный, но это как минимум будет некрасиво. Поэтому протачиваем в нужный диаметр и нарезаем резьбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так все это будет выглядеть. Остается только закрутить винт. Можно переходить к сборке и окраске деталей. Привариваем вал ручки и затираем сварочный шов уже полюбившимся фибровым диском. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для краски защитим все нужные поверхности, обезжириваем и красим. Краска будет серая с молотковым эффектом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Вот наш станочек и в сборе. Изготовил я его как дополнение к моему заводскому станку холодной ковки, узор N1. Если кому интересно, обзор будет по ссылке в углу экрана. При помощи этого же станка можно придавать радиусный изгиб декоративным, как в моем случае, полосам металла. Для примера ею и воспользуемся. Сделаем кольцо диаметром 150 мм. Высчитываем длину полосы и отрезаем при помощи ушей. Ну а затем легким движением рук изгибаем. Теперь эту заготовку свариваем стык и сделаем финиш. Финишный гиб на этом же станочке. Конкретно этот элемент был изготовлен для ритуальной вазы. Ну а вообще все зависит от фантазии. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца за длинный комментарий и репост в любую социальную сеть. Это здорово помогает в развитии канала. Ну а с вами был как всегда я Михаил. Пока-пока.